МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 марафоне, перемога у конкурсе по правовой освете и навод на быте иконы для одной из церков региона. А прочитаю сегодня нотариусы з'являются шефами трех детячих дамов семейного типа. Разом с тем, у областной нотариальной палате лечить необходим активизовать работу со сродками массовой информации. У приватности размога может идти про оказание бесплатных консультаций насельницу прозгазеты, радио и телебачения. МЭТа – повышение правовой культуры ЖИХАРО региона. По словах нотариусов, для их нема забороненных тем за выключением персональных даденных клиентов. Считается, что надряд очень закрытая организация, потому что там существует нотариальная тайна, это персональные сведения о гражданах. Но для работы со СМИ мы им очень открыты. Если к нам, например, приходит какой-нибудь корреспондент, говорит, ну дайте нам какой-нибудь материал, мы можем дать ситуацию, можем ее разъяснить и правовое основание показать. То есть формально мы готовы на любую тему разговаривать, какую нам дают СМИ. Старшиня мытного комитета Республики Беларусь Юрий Сянько наведал открытое акционерное товариство «Гомельбудматериалы». МЭТа визиту ознайомится с предприемством, якое активно экспортует продукцию и импортует сыровину для вытворчасти. Так само отбылась встреча с працонным коллективом. Под обязанностью в материале Дмитрия Котова. На предприемстве «Гомельбудматериалы» функционуют три основные цехи по вытворчасти блоков с ячейстого бетона, силикатной цеглы и минеральных плитов. А пошний вид продукции корыстается наибольшь высоким повытом на внешних рынках. Все лето предприемство повеличило свою присутность у таких краинах, як Украина, Польша, Словения, Словакия, Италия и Румыния. У огольным объеме вытворчасти доля экспорта «Амаль» – 70%. Это значительно больше, чем в минулом году. Тогда, до приклада до замежных спожилцов, поставлялся каля 40% вырабляемой продукции. Мы выдерживаем конкуренцию. У нас есть все сертификаты, в том числе и сертификат так называемый ЦЕ по биорастворимости. Таких сертификатов, в принципе, не у всех есть производители этот сертификат. Поэтому мы вполне конкурируем со своей продукцией на рынках Западной Европы. До того же «Гомель» будут материалы – активный импортер. Для вытворчасти тех же минеральных плитов – необходный базальт и каменно-вугольный кокс, яких у Беларуси нема. Сыровину набывают переважно в Украине. Торшиня Державного мытного комитета Юрий Сянько означает, в первом поугодии этого года у «Гоголя» означается рост импорта на 20%. Экспорт взрос прикладно на такую жлишку. Однако складанностью о работе мытних это не выкликало. На дворот, час на оформление груза ускоратився. Это выник удосконаливания технологий. Мы не видим этой нагрузки чисто физически на своих сотрудников по той причине, что на сегодняшний день за счет определенных упрощений, за счет определенной автоматизации процессов, мы спокойно обработаем эти потоки. Здесь никакой абсолютно нагрузки мы не прочувствуем на сотрудников. Наша задача сегодня совместно с предприятиями – смотреть, какие можно сделать еще действия, направленные на упрощение формальностей, связанных на оказание содействия по экспорту беларуской продукции. Старшиня Державного мытного комитета Республики Беларусь Юрий Сянько так само сустрелся с працованным коллективом предприемства «Гомель Будматериалы». Работники отримали отказы на питании по оформлении мытных деклараций и перемешении товаров про змяжу. Дмитрий Котов, Яугин Макеенко, отель радиокампания «Гомель». Добрый урожай кукурузы дозволит аграриям Гомельской области компенсовать недобор травянистых кормов, який склаусся по причине холодного надворья у мая и червени. Некольки дзен тому господарки региона приступили до выборочной уборки кукурузы на силос. Урожай зеленой массы складает около 250 центнеров с гектара, что омально 70% больше по равнанию с минулым годом. Обследование посевов показало, что яны в выдатном стане практически на всей территории в области. Неодренные виды селита и на урожай кукурузы на зерне. На ГТМ это выделено 58 тысяч гектаров. Специалисты улучшают ступень их готовности. Посевы развиваются нормально, початки находятся сейчас в фазе молочной спелости. Уборку кукурузы на зерне плануется почать у конца вересня початку кастрышника. Лепшого водителя вызначают сегодня у Гомеле. Конкурс профессийного майстерства сярод своих супрацовников проводить Гомеля был аутотранс. За перемогу споборничать 40 человек. Это водители автобусов масса, тяжких грузовых автомобилей и автобусов международного поведомления. Кожный филиал предприемства проставил початыры удельники, які пройшли по передний отбор. Кожный профессионал высокого узровня. У большинства заплячима не один десяток годов за рулем и не одна тысяча километра в руху. Первый испыт – теоретичный. Он предугледживает проверку веда правилов дорожного руху и устройства автомобиля. Уличивается не только колькость правильных отказов, а и худкость. Главная задача, конечно, это да, это, скажем так, немножко соревновательный импульс среди водителей, популяризация профессии водителей. И, естественно, повышает интерес водителей к повышению своего профессионального мастерства. У этой хвилины на полигоне самый видовищный этап – фигурное ваджение аутотранспорта. Репортаж глядите у нашим наступным выпуску. С сегодняшнего дня близкое светлофар треба уключать на вату день. У Беларуси распочалась акция «Увага, дети». Яна накеравана на попереджене ДТЗ с удделом неполнолетних. За семь месяцев у в области отблися 23 авары с удделом детей. Автомобилистам рекомендуется быть особливо уважливыми при проезде пешеходных переходов и коляновучальных установ. Комплекс мероприемства протягнется до 5 вересня. Районные организации Гомельского областного отделения Беларусского фонда «Миру» начинают с правоздачную кампанию. Ее основная задача – провести грунтовный анализ деянности организации и показать ее роль у громадским жития региона. Наши корреспонденты наведали Рогачевский район. Рогачевская районная организация Беларусского фонда «Миру» начинает с правоздачную кампанию на Гомельщине. А тому и увага до конференции особливая. Увага ли, фонд «Миру» уже не первый год вызначается своей активностью. Для простого перелешения проводимых акций спотребится не одна другованная сторонка. Дорогами спаленных вёсок, маёй краине, славим человека працы, детьям миру. А еще уроки можности, марши миру и акция «Солдатская каша», якая отрымала особливое расповсюджывание у Рогачевским районе. Тут же, что год, проходит и дитяши лагер дружбы «Крынишка». У гэтом ходе ён отбылся уже у 25-й раз. Сустреца с давними сябрами из Насті Новых праехали падлетки з Гомельщины, Санкт-Петербурга, Курска, Московской и Житомирской областей. Почас правоздачной конференции дейны с гэтага лагера отзначали особлива. Тем более, что дитяши дипломаты сё лето плануются надать особливую увагу. В преддвериях Международного дня мира, вот 21 сентября мы будем праздновать, в этом году он у нас пройдёт под девизом «Вместе во имя мира», ну а акцент особенный мы сделаем именно на детском миротворчестве. Как раз в этот день будет презентация книги «Дети за мир», авторами которой стали школьники всех школ Республики Беларусь. Сирот приоритетных задач Фонду Миру пропаганды – реализация идей патриатызму и оказание допомоги потерпелым у вынеку военных конфликтов и стихийных бедствов. Гэта хоть и громадская организация, але потенциалу её зусим немалы. Инак ж кажуть, нельга. Почас активных информационных войн необходимо не просто сберахчим мир, але и зробить гэта при непосредном уделе ЖХР Украины. Участие каждого гражданина является делом чести каждого гражданина, тем более, если говорить о том, что мы пострадавшая страна в годы Великой Отечественной войны и для нас мир – это не просто слово. Оно наполнено глубоким смыслом, значимостью. Поэтому это, конечно, долг каждого гражданина – поучаствовать максимально в меру своих возможностей, естественно. Олег Сен-Сюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гумель» с Рыгачевского района. Сберем школьный портфель. Акцию под такой назвой уже каля 15-ти годов ладить Гумельское областное отделение Белорусского детячого фонду. Сёльта портфели с усими необходными для школы приналежностями и знову знайшли своих маленьких господаров. На доброчинное мероприемство организаторы запросили 60 выхованцев детячих домов семейного типу с разных кутков региона. У святочной обстановцы им были уручены новенькие яркие пригожие ранцы с усими необходными у научальном процессе приладами. На заклик поудельничать у доброчинной акции и подтримать зятей отгукнулися многие организации, предприемства и необыяковые жихары. До того ж, при их подтримце для запрошенных на урочистость малышов организовали цикавую забавляльную программу с подарунками и почастунками. Чтобы пригласить ребят и порадовать, и делать сегодня праздник, конечно, мы обратились к неравнодушным людям нашего города Гомеля, которые поддерживают очень много акций наших. Такие предприятия, как Белтелеком, Гомельская областная нотариальная контора, которые уже на протяжении много-много лет. И сегодня мне очень хочется поблагодарить всех тех, кто принял это участие и сделал для ребят праздник. Хочется поздравить ребят всех с наступающим учебным годом. Хочется пожелать им здоровья, хороших оценок, родительным спокойствия и терпения. Чтобы у всех все получалось, чтобы наши детки имели крышу над головой, домашний теплый уют, чтобы чувствовали радость и уверенность в завтрашнем дне. У субботу 26-го жнивня хойники означать 505-ти годзе. Распочнуться святочные мероприемства у амфитеатры городского парку ушанованием лепших работников розных галин. Далее у программе парад першоклассников. Коля ста хлопчика, у девочинок, які селят у першыню, сядут за школьные парты. Разом со своими будущими наставниками пройдут по амфитеатры и поднесут глядачам «Музычный подарунок». У городским парку разгорнится свято национальных культур, на яким будуть представлены побыт, кухня, мастатства розных народов. Побывать на подворках рыболовы и огородника доведаться про цикавые моменты с життя селян можно будзе на колоритной сельской улице. Для аматоров активного ладу життя организаторы подректовали спортивно-забавляльные споборниства. Кульминацией урожистостей станут выконание гимна города и фейерверк. Адразу после этого молодь района запустить у неба больше за 100 пунцовых шаров. Лишняя вага тема чаргового выпуска программы «Добрый вечер, Гомель». Чому мы набираем килограммы? Як не треба худнеть? Які из популярных дыет самые шкодные? Вымираем лишнюю вагу, подлишваем калоры и вучимся есть задовольнением и не спяшаючайся. Реальные истории и корыстные парады экспертов у промым эфиры. Глядите программу «Сёня» у 20.40 на телеканале «Беларусь 4». Долучайтесь до размовы. Телефануйте у студию по номеру телефона 342-243. И про надворья на выходных прогнозуются дожжи и невяликое потепление. У субботу температура поветра у дзень складе плюс 23, у ночи плюс 13. Макчым и невяликий дож. У неделю поветра прогреется до плюс 24. Так само чакаются краткочасовые опадки. У ночи будзе до 16 градусов тепла. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте, а у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиру «Спортивный агляд». З новинами спорту познайомець Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин